Как познакомиться с парнем, девушке? Это очень все просто, все очень легко, ничего тут заморачиваться не нужно. Есть пару советов, которые помогут вам. Это нужно парням заморачиваться, девушкам проще простого. Берешь книгу, идешь в парк, садишься на лавочку, открываешь книгу и через 10 минут у твоих ног куча-куча парней, которые пытаются с тобой познакомиться и которые будут делать тебе комплименты. Если ты, конечно, не уродина, потому что каждый парень хочет, чтобы была красивая девушка с милым личиком. Но если ты немножко такая подшатанная или ушатанная, то это уже как-то немножко надо решить, немножко нанести косметики на лицо, немножко штукатурочки и это все превратится в очень красивое личико. Дальше, когда он тебе подсел, ты не пугайся, не говори, что у тебя там нету времени. Ты просто намекни ему на то, что ты согласна с ним пообщаться. И тогда, когда у вас завязался разговор, у вас уже идет какая-то некая связь химическая. После этого вы разобщались, он предложит тебе куда-то пойти, прогуляться, сходить в кафе, поужинать. Ни в коем случае не соглашайся. Все парни в ту же минуту думают, как тебя затащить в постель. Кое-что с тобой сделать, потому что у всех это на уме. А на втором плане уже какая-то любовь, какие-то отношения. В первую очередь у всех парней затащить в постель. Никто никогда не думает о первом плане, а то моя королева, моя жена, я унесу ее на руках. Нет, такого не будет. Никогда не соглашайся на первой же встрече идти куда-то с ним. Оставь ему номер, дай какой-нибудь телеграм, инстаграм и у вас пойдет общение виртуальное. После этого у вас уже есть одна встреча. Можно где-то через месяца, два, три увидеться первый раз. Да, не надо сразу, дай ему набраться терпения, чтобы терпение это вообще умерло, улетело, чтобы он уже не мог, чтобы он трясся, хотел тебя увидеть. Он будет тебя искать через всех друзей, через всех твоих знакомых, через социальных сетях, потому что он будет не втерпешь, как тебя затащить в постель. Ну как это так, три месяца общаемся и ничего не происходит. И тогда у вас может быть что-то пойдет. Через три месяца он тебя приглашает в ресторан. Вы ужинаете, вы кушаете, он платит за тебя за счет. И после этого он тебе предлагает, а давай поедем ко мне. Ну так как прошло уже три месяца, то можно в принципе и поехать. Почему бы и нет, сказали бы вы. Но лучше этого не делать. Подождите следующего дня, чтобы он еще больше хотел вас. На следующий день вы можете набрать ему сами и сказать, либо написать в социальных сетях, а давай-ка я к тебе приеду. И он уже радостный, счастливый, готовится, моется, броется, подбревается, подмывается, убирается. И вы ему звоните в течение часа, когда остается до встречи и говорите, у меня не получается, прости. И он, он просто потеряет смысл жизни. Вот тогда наступает такой эффект, когда ему уже менее хочется вас. И более хочется каких-то отношений. Потому что он немножко уже разочаровался. Столько времени ждал-ждал. И как бы ему это надоело. Если он к вам остынет, это хорошо. Это очень большой плюс, потому что в дальнейшем ваши отношения будут развиваться еще страстнее.